здравствуйте дорогие друзья ваши комментарии очень нас порадовали и показывают нам что мы на правильном пути и наше объяснение порой даже на немецком фотошопе все-таки полезно для вас сегодня мы продолжим тему нашего натюрморта и с помощью известных нам уже методов улучшим наш на мой взгляд без того тоже хороший снимок сделаем перво-наперво копию по традиции сделаем наш слой назовем пустой слой назовем его workflow план работы возьмем белую кисточку и посмотрим где у нас необходимо сделать улучшение перво-наперво вот этот уголок это ясно второго мы видим слишком много отражений вернее бликов по три-четыре на одну виноградик это перебор солнце у нас должно быть всегда одно поэтому предлагаю это дело убрать пару паразитных засветок здесь здесь и здесь с бокалом придется поработать потому что мы делали все на цветном таком фоне и конечно же он здесь отразился хочется просто получить вино мы могли бы поставить еще один отражатель сзади и тогда вы этого не было но немножко сложнее было бы сам процесс съемки я всегда выбираю между фотошопом и фотографированием то что в данном случае быстрее мне показалось в этом случае я быстрее справлюсь с вином именно в фотошопе этот вот этот участок у нас получился немножко без рисунка поэтому я бы конечно скорее всего перенес вот отсюда на этот участок пару таких узорчиков ну и так как мы снимаем на зеркале потому что я специально выбрал думаю о том что не в каждом доме имеется черный акрил и поэтому зеркало самый простой выход но мы страдаем от этого что в том что у нас появляется двойные отражения и это не очень хорошо но здесь не так как заметно но дело в том что слишком яркие отражениями мешает восприятию общей композиции и поэтому мое предложение мы эту область немножко затемним тем самым убьем двух зайцев двойные отражения не будут так видны наш виноград и наш натюрморт выделиться и напоследок я как всегда затемняю углы высветляет центральную часть это на мой взгляд придает картинке объем и выделяет как раз то что нам нужно но вот пожалуй все теперь прячем наш workflow слой и займемся первонаперво углами и так я думаю что ничего нового мы в этом случае не почерпнем потому что в прошлых занятиях я уже показывал все эти приемы то есть я делаю то же самое я сейчас стал на фон копию сделал кусочек заплаточку такую мне подсказали что шторинг-йод выведет сразу выделение на новый слой да работает спасибо за подсказку ну а теперь с помощью клавиш шторинг-т мы потянем наш кусочек в разные сторонки зажимая клавишу control хорошо вот мы уже сделали теперь мы видим что он немножко светлее наш треугольничек да поэтому с это справится хорошо уровне двигая вот этот рычажок и вот этот мы очень хорошо и быстро подгоним цвет обезьянь охватка вы уже знаете ее ввели все можно конечно сводить все слои вместе но вы знаете у меня уже такая привычка работать и компьютер у меня мощный он тянет множество слоев поэтому лишний слой нам не помешает теперь мы возьмем инструмент восстанавливающий кисть с помощью alt выберем область которую мы будем ретушировать и пройдемся здесь все прекрасно а этот край мы видим что здесь мягкое соединение и вдруг идет резкая грань для этого есть инструмент размытия мы его возьмем интенсивность можем немножко увеличить и тут пройдем быстренько раз раз все готово то же самое сделаем и с этим углом но тут вообще без вариантов слишком он сильно маленький поэтому мы можем взять прямоугольничек и просто сдвинуть шторинг т подвинули все очень быстро и хорошо посмотрим что у нас было на workflow так теперь углы у нас сделаны до углы у нас я предлагаю пойти к бутылке и бокалу займемся ими у бутылки уберем вот эти засветки с помощью точечной восстанавливающая кисть это будет самая быстрая вот этот блик я наверное оставлю он мне нравится здесь уже немножко будет сложнее слишком много краев поэтому я воспользуюсь инструментом микс кисть микс кисть нравится мне масяня напоминает микс хе-хе-хе масяня микс кисть или же воспользуемся инструментом штамп что тоже нам поможет быстренько избавиться от ненужных нам отражений микс кисть не знаю что мне так веселит в этом названии нажав клавишу r я рассказывал в прошлом видео каким образом я поворачиваю свою картинку с помощью этой клавиши здесь я бы взял сейчас инструмент перо стекло как правило бутылочное стекло не дает таких ровных рефлексов поэтому мы сейчас от них избавимся следующим образом выделим с помощью пера эту область далее образуем выделенную область с растушевкой ну скажем так в этом случае два пикселя почему потому что посмотрите обратите внимание вот сюда здесь ничего нет такого чтобы было очень очень уж жесткое то же самое сделаем и мы возьмем штампик с непрозрачностью ну скажем так 40 процентов и начнем аккуратненько заметать наши следы и посмотрим что у нас получилось ну конечно уже получше то же самое мы можем сделать и здесь я сегодня попробую другой способ то есть я сейчас сделаю следующее все таки это тоже самое вино и та же самая форма почти давайте мы сделаем так мы с вами возьмем инструмент прямоугольный да выделим вот эту область и с помощью клавиши ctrl c введем это в наш буфер памяти ну а теперь вы уже помните как мы это все решали по моему в бьюике мы это делали и так мы берем теперь наша перышко и начинаем потихонечку выводить наш бокал внутри так вывели теперь образовать выделенную область сделаем радиус растушевки 3 чтобы не было краев слишком резких вот теперь этот самый шторинг shift alt v мы ввели сюда кусок нашего выделенного объекта то есть из бутылки что мы вырезали ну естественно ctrl t начинаем во первых отразить по вертикали вот мы отразили по вертикали вы знаете я бы ее конечно увеличил вот до такой степени вот так а вот этот блик с помощью деформация я бы вернул вот в такое состояние привел бы его так хорошо ну вот уже что то похоже но хотелось бы еще чего добавить поэтому если довольны результатом обезьяний гриф хваточка и попробуем сделать сейчас искусственный блик если бы мы с вами работали в черном ящике нам бы не пришлось его рисовать но это было в следующем нашем уроке и поэтому в этом мы этим бликом не заморачивались но сделать его в общем то не так сложно достаточно образовать выделенную область сделаем те же три пикселя и с помощью коррекции уровни мы сможем наш блик вот так нарисовать выглядит не очень реалистично поэтому в маске идем и делаем растушевку вот с растушевочка я думаю что будет еще и лучше вот так окей так осталось парочку вот здесь рефлексов добить видите нажимая пропуск и удерживая мышку я могу наше выделение двигать куда захочу в то же время отпустив я могу изменить его размер форму сделать и вот сюда где-то подогнать вот так сделаем так и теперь я начну хитрить я опять возьму кусочек нашего фона теперь и с выученной комбинацией что ctrl y выведу на новый слой теперь я могу его подвинуть вот сюда ну и естественно затемнить потому что слишком уж он светлый коррекция вот так главное не перестараться теперь вроде как все верно посмотрим издалека уж очень рисованно получилось посему непрозрачность уменьшаем непрозрачность и последнее что нам с бокалом надо сделать ну естественно вот это все безобразие убрать поможет нам в этом наша точечная восстанавливающая кисть я думаю она с этим хорошо справится оставим эти блики потому что по идее так и должно быть здесь единственное с помощью инструмента микс кисть сравняем некоторые вещи вот так вообще вы знаете я бы поступил в этом случае немножко по-другому видите вот этот блик вот здесь вот такой же блик я хочу сделать и здесь для этого смотрите что я буду делать я возьму инструмент кисть нажму alt он мне превратится в пипеточку вот я выбрал этот цвет и теперь все просто я создаю новый слой беру наше перышко и делаю по контуру края бокала вот такую кривую теперь мы возьмем инструмент кисть с мягкими краями размер скажем так 17 пикселей 15 15 пикселей ну потому что у нас ну очень большая картинка сейчас посмотрим сколько ну да высота 5000 пиксель понятно надо было с самого начала уменьшать но удобнее работать все таки с большой сначала картинкой это естественно если мощность компьютера позволяет то уменьшать в самом конце бы надо берем перышко и говорим выполнить обводку контура цвет у нас задан мы возьмем не карандаш мы возьмем кисть и вот эту галочку имитировать нажим мы оставим включенной говорим окей кликаем вот в область контура у нас убирается ну что ж мы видим что неплохо но как бы поправить не мешало бы чуть-чуть чуть-чуть сюда краешек вот так я думаю это будет лучше все наше вино все таки выглядит немножко белисоватым и бокал тоже как бы теряет свою объемность это очень легко исправимо мы сейчас возьмем уровни и подтемним наш сначала рисунок вот так а теперь с помощью control и инвентируем маску превратим ее в черную и вот теперь с непрозрачностью допустим сорок пять процентов я начну с того чтобы создать нашему бокалу объем беру белую кисточку и начинаю вот здесь немножечко затемнять не волнуйтесь если мы выйдем за края все таки работаем смазкой поэтому все исправимо и все поправимо вот теперь белую вот так вот теперь у нас немножко заиграло вино более то что нам перетемнили здесь убираем вот таким образом смотрим смотрим ну вот уже совсем другое дело еще чуть-чуть корректировки здесь мне кажется многовато я увлекся вот так здесь готовенько так с вином с бутылкой разобрались было сложно немного но ничего справились теперь первое что мы сделаем это уберем лишние блики с помощью инструмента точечная восстанавливающая кисть нам это легко удастся так только нам нужно будет встать вот сюда заодно и какие-то пятнышки здесь на винограде тоже эти мелочи они тем не менее очень сильно влияет на общую картинку готово следующий момент мы сейчас пойдем опять к нашему инструменту перо и вот здесь выделим наше отражение образовать выделенную область 3 пикселя достаточно нам будет и теперь с помощью уровней мы спокойненько эту область и затемнем используя вот этих два рычажка если вы видите вдруг у меня появляется новый слой то вы помните я пользуюсь обезьяней хваткой так вот это место мне не нравится это естественно почему слишком все резко возьмем сначала заплатку кинем сюда сравняем ну а потом воспользуемся штампиком с непрозрачностью 50% и аккуратненько тут вот все это сделаем если мы видим что контрасты и здесь у нас немножко большие то в этом случае нам поможет инструмент смешивания мне так больше нравится чем микс кисть микс кисть мне даже трудно это выговаривать теперь мы подходим к последнему номеру нашей программы и мы видим что было бы неплохо наверное если бы мы вот здесь вот эту область и эту область немножечко подретушировали я возьму инструмент штамп теперь непрозрачность делаю 40% и с большой кистью на новом слое только переключившись все слои начну вот здесь аккуратненько рисовать непрозрачность еще меньше чтобы помягче это все было не так бросалось в глаза так посмотрим ну хорошо в принципе то же самое сделаем здесь ну что ж уже хорошо теперь мы сделаем следующее можно было сразу воспользоваться корректирующим слоем но мы сделаем немножечко по другому мы сейчас затемним тут все таким образом соединим с помощью Ctrl E этот слой и теперь наложим здесь черную маску для этого нажмем Alt и на значок маски вот она все перекрылось теперь мы очень спокойненько можем наши темные места выделять то есть я сейчас возьму кисть непрозрачность уменьшу до 25 и начну с углов белая краска вот так пользуясь маской я вообще ничего не боюсь если я перестарался возвращаюсь и далее высветляю эти области которые мне нужны так прекрасно но это еще не все потому что следующим будет с точностью наоборот теперь я высветляю до безобразия нашу картинку ну скажем так не то что не до безобразия но в то же время мы делаем ее немножко посветлее да вот так вот 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 все то же самое соединяем Ctrl E и теперь здесь делаем то же самое Alt начнем с винограда возьмем кисточку опять беленькую и подсветим чуть-чуть виноград смотрите еле заметно не надо сильно иначе из винограда у нас получится что-то гуттаперчевое это не хотелось бы а вот с листочком можно немножечко и посерьезнее поиграть вот так здесь не надо это делать так ну сейчас посмотрим что нам еще может быть вот по крышке и опрашивался чтобы наш блик был более такой явственный теперь опять сводим и посмотрим на уровнях как у нас тут выглядит да тут немножечко надо нам светлое соединим слой и теперь сделаем два последних момента то есть уберем шум вот таким образом окей и я люблю делать еще паспарту по паспарту не обязательно но мне кажется выглядит гораздо лучше размер холста я возьму по каждой стороне добавлю по пять сантиметров это будет двадцать восемь и сорок да двадцать восемь и сорок цвет я выберу белый и скажу теперь во все стороны вот здесь видно что вот ну вот и все я думаю мы справились неплохо как всегда мы оставляем на нашей странице peterson компании DE в разделе скачивания эти две картинки до и после если кто-то из вас захочет потренироваться именно на них перед тем как закончить мне бы хотелось с вами посоветоваться дорогие друзья стоит ли продолжать показывать ретушь трех оставшихся картинок из наших уроков по предметной фотографии в принципе в предыдущих уроках мы показали и рассказали те приемы которыми мы пользуемся в нашей повседневной работе и поэтому если вы нам скажете сейчас да мы хотим увидеть полностью то мы продолжим и непременно сделаем эти три урока если вы скажете Эдуард ну хватит давай переходить ко второй части и будем учиться дальше в этом мы уже все понимаем значит мы тогда прекратим и через две недели встретимся с вами во второй части нашей предметной фотографии с импульсными источниками света поэтому пожалуйста оставляйте комментарии а я ухожу сегодня у меня день рождения мне исполняется 60 лет семья ждет но я не ухожу на пенсию до пенсии по примеркам Германии мне еще 7 лет 67 так что не отчаивайтесь мы с вами останемся дольше чем вы думаете теперь всего доброго до свидания пока пока